Есть какие-то традиции, которые очень ценные, но они немножко видоизменяются, приспосабливаясь ко времени современному. И, конечно, если меняются какие-то вкусы публики, не всегда хорошо под эту публику подделываться, конечно. Надо, наоборот, нашим исполнением воспитывать хороший вкус у публики. Но что касается какой-то яркости исполнения и какой-то передачи художественного образа, как это доходит до публики, как не доходит, каким способом это ярче сделать, и все. Конечно, может быть, концертирующие исполнители, они лучше знают, что лучше для публики подействует, что не подействует. Но мне кажется, что когда очень опытные педагоги сидят в жюри, это совсем неплохо, потому что у них огромный опыт. И тоже они воспитали целый ряд хороших музыкантов, отличных музыкантов. Поэтому я думаю, что это может быть хорошо, когда вот такая микстура, когда кто-то уже играет, кто-то не играет, но очень опытный педагог с какими-то знаниями и стилем. И это же все, если мы играем какого-то композитора, не знать совершенно о его жизни, о его каких-то действиях, о его желаниях, о его вкусах. Это обедняет. Надо, конечно, все это держать в комплексе. В наше время, вот это хорошо сказано. Это, конечно, очень мощный толчок для начала какой-то большой карьеры, потому что есть не так много конкурсов с такой репутацией, как шопеновский конкурс. Но, конечно, вся карьера потом зависит от самого человека. Насколько он будет развиваться дальше. Потому что в основном в конкурсах принимают участие очень молодые исполнители. И у них есть еще очень много возможностей или развиться, или пойти не в ту сторону, или что-то может там случиться, что страшно называть слово деградация, говорить. Но все бывает. И поэтому, конечно, это очень большая помощь, я бы сказала так, в карьере и в развитии индивидуальности. Это большая поддержка на первых порах, но потом человек должен, конечно, любой музыкант должен сам развиваться и никогда не останавливаться на достигнутом, потому что нет предела совершенству. И это будет уже зависеть только от самого исполнителя. Да, я считаю, что самое главное — придерживаться стиля композитора, потому что бывают очень яркие личности, которые исполняют как бы все очень интересно, но без приближения к стилю конкретного композитора. И приблизиться к стилю Шопена — это очень трудно, потому что это очень много должно быть в одно и то же время каких-то моментов, которые совпадают. Какая-то содержательность очень глубокая, какой-то особый звук и теплота, в то же время простота, в то же время очень изысканный звук. И очень много эстетических моментов и аристократических — это все очень-очень сложно. Но мне кажется, самое главное, чтобы было что сказать самому исполнителю, чтобы был какой-то смысл в том, что он делает, а не просто выученная хорошо программа, которая сделана с педагогом. И это всегда слышно, когда человек делает то, что ему сказали, очень качественно, как прилежный студент, или когда это есть свое отношение, своя душа. И это очень важно. Не ошибиться. Потому что это действительно большая ответственность. И тем более, когда мы сами прошли через все эти этапы в нашей жизни. И мы знаем, насколько важно бывает в правильный момент увидеть в человеке зерно само, какое-то интересное артистическое глубину понимания музыки. Потому что, конечно, бывают, как я уже сказала, удачные и неудачные дни. И вот заметить то, что действительно истинное, вот это трудно. Потому что, конечно, сейчас очень много конкурсов, очень много молодых исполнителей и пытаются добиться чего-то в своей пианистической карьере. И ездят с конкурса на конкурс. Бывает, что программа сделана идеально на первом туре. Ты в восторге пропускаешь человека на второе, и вдруг выясняется, что, оказывается, это совсем не то. То есть вот это предвидеть очень сложно. И вот это очень интересный момент, когда ты сидишь в жюри, насколько потом выясняется, насколько ты был прав, насколько ты был неправ. И бывает иногда очень больно и обидно, когда талантливые ребята просто из-за того, что что-то, какие-то мелочи случились, не произвели должного впечатления. И наоборот. Произвели впечатление те, кто может быть намного менее интересны внутренне по своему музыкальному отношению, по глубине, по драматизму. Потому что даже в шопеновском стиле ведь это очень много интерпретаций, которые представляют его в каком-то более таком салонном стиле, более мелком. На самом деле же это страшно глубокая музыка, и там такое одиночество иногда, такая ностальгия. И вот это вот все прочувствовать, конечно, очень сложно. И на первом туре бывает часто вот так, вот сейчас тоже идет этот отборочный тур, что программа составлена так, что ты понимаешь, может человек играть шопена или нет, но ты не можешь себе представить, а что будет потом, когда пойдет соната, например. Или пойдет другая крупная форма, или будет не одна мазурка, а четыре. Это вот, конечно, я думаю, что в этом сложность. Субтитры создавал DimaTorzok